СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Хорошо, не будем затрагивать эту тему, но наконец-то мы собрались все-таки все вместе здесь, у нас действительно СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Мы продолжаем затрагивать тему культуры, обычаев, традиций, народностей, населяющих наш регион, Кировской области. У нас сегодня, знаете ли, очень вкусная тема. У нас сегодня вкусная тема, потому что мы выбрали тему кухни, национальной кухни, русской, азербайджанской и татарской. Вот так вот. Слушатели, пусть у вас с этого момента начинают стечь слюнки, что называется. У нас из блюд, представленных за нашим круглым столом, ну, не так много, но большое спасибо Луру Гусейнову за то, что вот восточная азербайджанская сладость, одна из самых известных. Пахлава. Пахлава. Это сладость, да? Да, конечно. Да, сладость. Ну, кондитерское изделие. Причем азербайджанская пахлава. Пахлава есть узбекская, турецкая, я не знаю, татарская есть? Татарский, арабский. Ну, он восточные блюда, в принципе, на разные. И в Иране делают, и везде делают. Я прошу прощать, давайте все-таки представим всех. Вот с Лунура начал. Лунур Гусейнов, член общественной палаты Кировской области, президент Кировского благотворительного фонда «Азербайджан». Именно он сегодня будет отвечать у нас за азербайджанскую кухню, там, главным образом. Добрый день. Постараюсь. Да, вы уже слышали голос Габдунура Камалодзина, муфтия Вятского с 1999 года по 2013 год. Он сегодня у нас отвечает за татарскую кухню. Почему? Да потому что в свое время в Ижевске вы, Габдунур, получали образование по технологии приготовления пищи. Да, я учился в Ижевской техникум советской торговли, тогда еще техникум был, в принципе, да, действительно, я учился на технология по приготовлению пищи. А в январе этого года вы в нашем городе открыли кафе татарской кухни. Да, татарская кухня, в принципе, это на основе татарской кухни, это был фастфуд, в принципе, в центральном рынке, но я сейчас уже там закрылся. Я думаю, что скоро будущее, ну, скоро, в ближайшее время, буквально за неделю, собираюсь открываться у танка новое, тоже, в принципе, направление татарской кухни, ну, и, в принципе, некоторые блюда, которые известны всем, например, как лагман. Так, поподробнее обо всем чуть позже. Еще одна наша гостья. Да, давайте представим, да, третьего гостья, Ирина Тружкова. Добрый день. Да, член рабочей группы по межнациональному и межконференциональному сотрудничеству Общественной палаты Кировской области, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой антропологии, этнологии и культурной антропологии. Ну, и специалист сегодня, да, специалист сегодня по русскому национальной кухне. По русской, да, можно по финно-угорской кое-что добавить. Честно говоря, для меня это неожиданность, что вы и в кухню тоже, эта сфера ваших интересов, потому что в нашей студии встречались по далеким темам. Ну, часть любой культуры этнической, это национальная пища, национальная кухня, поэтому если мы изучаем народы в целом, это один из компонентов культуры каждого народа. Ну, давайте уж мы с вас начали буквально две минуты об основах русской национальной кухни. Можно ли тут известную поговорку применить щи да каша, пища наша? Ну, в принципе, можно. Это такое, как бы, расхожее, это самое, словосочетание, некая формула такая. В принципе, русская кухня, она, с одной стороны, похожа на разные славянские кухни, с другой стороны, в ней есть региональные отличия. Я предлагаю, как бы, больше остановиться... Ну, славянские, я напомню, что у нас три ветви славян, южные, западные и восточные. Восточные, мы как раз восточные. Русские, да, восточные, как украинцы и белорусы, да. Вот, ну и русский народ, он занимает такую большую территорию, поэтому в его кухне тоже есть региональные отличия. И можно остановиться именно на вятских традициях кулинарных. Вот, ну, что тут можно сказать? Ну, наверное, вот и у русских вятских, как и у других народов, и в других частях русского народа, кухня эта экологически чистая, это вообще здоровый образ жизни. И если бы вот... То, что вырастили, то и на столе. Да, да, да. Никаких там, конечно, нет химических добавок, ничего не было, поэтому люди жили очень долго иногда. Нет, вот давайте так. Мы говорим вятская кухня. Да. Первая ассоциация. Ну, вятская кухня у русского населения, это прежде всего разные виды хлеба, основанные на чёрном хлебе. Ржаной хлеб и картошка. Нет, ну, до картошки давайте потом чуть дойдём. Значит, ржаной хлеб... Картошка чуть позже появилась, мясо, мясо, потому что холодно. Да, нет, ржаной хлеб это витамины группы В, а группа В витаминов отвечает за иммунитет, поэтому если есть больше чёрного хлеба, понятно, что здоровье будет лучше. Да бог с ним, с витаминами. Я простой человек, мне вкусно поесть. Давайте вот ржаной хлеб, потому что многие любят ржаной хлеб. Потом, конечно, вот эти супы. Очень много второго как такового не было. Были супы, очень большое количество, там, начинки, так скажем, овощей, вот, картошки, тоже мясо кусками, да. Да, да, вот когда европейцы в гости приезжают, супы там начинаешь говорить, они таких супов и не знают, какие есть. Да, у них одна вода, суп там, там, две морковинки плавают, квадратики. Но вот смотрите, они ещё говорят, что вот называют блины панкейком, говорят, это от нас вообще блины. Нет, ну, как бы, пусть так говорят, мы с нами знаем про себя. Они также говорят, что кефиры, это мы у них заимствовали, я говорю, у нас простокваша была вообще чуть ли не тысячелетиями. Вот, вторая составляющая это мясо, причём мясо это, понятно, говядина, свинина и баранина. Вот некоторые говорят, что баранина это, как бы, только вот южные народы, мусульмане, но, как бы, у русских, вятских тоже, как бы, овечек держали. Почему? Потому что этих холодильников не было, а овечка эта маленькая тушка съел, как бы, и вот, как бы, в этом было рационально. И потом его в русской печи так парили, что и даже баранина была мягким мясом, а не так, что вот считается, что надо разваривать. То есть в разваренном виде таком, да. И ещё большая составляющая русско-вятской кухни – это кисломолочные, не просто молочные, а кисломолочные продукты в разных ипостасиях. Вот я говорю, тут иностранцы тоже, как бы, для них это рай. И есть и кефир, и простокваша, и сметана, и топлёное молоко, и сыворотка там, то есть это всё, это отдыхают. У них только милк, бата и скрим, да, вот это альфа. Молоко мы имеем в виду коровье, да, в первую очередь? Ну и козье ещё, козье ещё, козье ещё, козье очень полезное. Да, козье ещё, да, да. Вот, поэтому, ну, как бы, кобыли – это, на самом деле, южный народ. А вот скажите, почему вот с сырами, значит, вот какие-то есть вопросы? Сыры тоже. Почему у русской культуры сыров мало? Нет, сыры есть, но сыры были мягкие. Это как бы прессованный творог был. И даже вот сыр по-вязке вот в Котельнинском уезде называли грудки, то есть очень такой спрессованный творог, и его заворачивали в марлю, и как раз вот был такой мягкий диетический сыр. Грудки – это походит на женскую грудь? Я не знаю. В общем, ну, тем не менее… Сегодня у нас культура еды, Володя. Я вот, Ирина Юрьевна, я поддержу, в Азербайджане, в Азербайджане тоже есть и сделано из молока, груд называется таки, его, как бы, ставят перед солнцем, сушатся, и потом зимой растапливают. Курт ещё назвать его. Курт, гурдук, вот это сушёвная письма переводится. То есть, смотрите, у разных породов рациональное, похожее, да? И там тоже на женскую грудь похоже, кстати. Ну, может быть, молоко, кормящая мать, как бы, вот, может быть, из-за этого, то есть, как бы, да? То есть, видите, если бы мы сохраняли этнические свои традиции, традиционные ценности, как сейчас говорят, даже в питании, может быть, мы были здоровее. Вот так вот. А вот, например, какие-то блюда стоят в количестве 10 штук, и вот разновидности, и полностью их 10 менять разных, вот, например, да? То есть, вот столько было вариантов разных кушаний. Вы знаете, если проводить параллели между русской и азербайджанской кухней, между русской и татарской кухней, то много общего, в первую очередь, конечно, с татарской кухней. Но ввиду того, что Элунур, наш гость Гусейнов, собирается покинуть нас минут через 15, вот я прошу прощения у Габдунура Камаладина, хочу всё-таки вот об основах азербайджанской кухни, в первую очередь, поинтересоваться в Габдунура. Ты очень хорошо сказал, что есть схожести как раз и русской кухни, культурой кухни, да, азербайджанской. В том числе мы тесно побратимы народы с татарами, потому что они тоже относятся к туркоязычному, скажем, течению, и азербайджанцы тоже, да, агузским туркам мы подчиняемся, а тут кепчакские, тут турки. У славян три направлены, у нас где-то много их, но основной это кепчакские и агузские, основной два. У славян как вот три ветви, да, славянцы. Да, но у тюркских это два. Братья один, агузские турки относились, вот этих братьев ушли там по географическим потом ценностям, их поделили там кепчакские турки, агузские турки. Вот мы братья практически, очень много схожих, даже язык у нас схожий. Иногда Хаджи говорит по татарски, я понимаю. Тюркитик у нас одинаково с азербайджанцами. Хорошо, давайте кухню, давайте кухню, к еде. Учитывая вот те моменты, знаете, в Азербайджане и сейчас тоже около 112, сейчас уже прибавляется, там китайцы, индийцы переехали, уже седло образ жизни ведут Азербайджане, да, там являйтесь демократической страной. Около сейчас 115 народных проживает, из каждого что-то взять в свое время. А деревни, народами, как я говорил, что являются агузские турки, хазариты называли нас. Вот оттуда как раз многое как бы сохранилось, кухни до наших времен дошли. И сегодня я уже видел, как сладости, да, здесь представили, пахлава. Я хочу о нем говорить, потому что это очень традиционное, скажем, можно, блюдо, сладости. И несущие определенную смысловую нагрузку, да? Да, и смысловую нагрузку. Это сделано из семи слоев теста. Почему именно семь? Ну вот тут тоже есть... Ну что, такая священная цифра? А, тут тоже есть открытие, позже дойду до этого, из семи слоев теста. Специально с меда, с кефира. Как говорили в Азербайджане раньше, как бы кефир гатэк назвали, да? Из гатэка сделано. Он чем-то отличается? Да, он отличается. Там, ну, кефир, он немножко более такой жижий. Кефир это больше на простоквашину похож. Да, а кефир это более жирный, да, жирный такой вот сделан. Грецкий орех натуральный. Кефир это больше айран похож чем-то. Ну, у нас кефир, да, на айран похож. Значит, грецкий орех, соль, там корица. Видели, что песок. Ябатки какие-то. Не-не-не, это грецкий орех. Это грецкий орех. Эльнур, ну вот сейчас вы вот рассказываете про слои, про там, ну, люди там, понимаете, слушают и думают, куда бы... Чтобы визуально знали. Ну да, ромбик посередине, орех, семь слоев между ними, там... Я хочу другое спросить. На самом деле, нет, я давайте напомню про видеотрансляцию, она все-таки есть на сайте. А, есть, на сайте. Ну ладно, не смотрите, а то потом... Можно взять покушать, как раз время обеда, в принципе, давайте угощайтесь, покушайте. Оцените вкус, пока я рассказываю, Аль-Залич. Я думаю, что это не очень красиво, красиво будет покушать. Угощайте гостей. Значит, поклава делается только по праздникам, на свадьбах. Особенно на Врусбайрам, у нас очень традиционно отмечается. Когда он отмечается? С 20 по 22 марта. Как бы день называется... Праздник весны, может быть, да? Праздник весны, да, равноденство. В том числе, как говорится, да, там в свершениях книгах, что день и ночь равняются в этот день. Люди становятся раньше, просыпаются, птички начинают петь. Больше работы. Да, лед сходит. Ну, это светский праздник, это не исламский все-таки праздник, скажем. Вот, дело в том... А там ведь, там же не просто 20-го достоинства, там еще 4 четверга вперед, там, стихию воды отмечаем, стихию... В общем, целый март... Я бы стоял. Целый март месяц является традиционным... Не работаем, только отмечаем. ...праздник. Это шутка. Это шутка. Сначала разочаровывается, потому что на стол сразу ставится чай. А я думаю, что нам уже, уходить, что ли? Это вот это тоже, с чая начинается... Вот почему это... Вот я скажу, я скажу, вот любого человека, если там кто знаком азербайджанской культуры, или друг семьи кто-то в Азербайджане, чай очень, очень, как бы, ценится, потому что у нас есть чайниплантации, блин, коране большие, еще в советское время, азербайджанской чай, там, популярно. И очень вкусный чай, в общем, вкусный чай. Они функционируют и в настоящее время, да? Я удивлен, что до сих пор, как бы, что у нас в России очень мало продается. А где в Кирове можно приобрести азербайджанский чай? В магазине Тиоланд продаются азербайджанский чай. Вот он самый настоящий, натуральный, прямо вот этот... Если возвращаться, вот, как бы, к сладостям, то, смотрите, опять же, такая параллель. У каждого народа, исконного с земледельской культурой, сладостей, сакральные, религиозные блюда, связанные с хлебом, да? То есть вот здесь сладкий хлеб, так скажем, мучное. Мука-то была священная, естественно. Да, да, то есть вот даже вот этнографы так оценивают, у того народа, у которых развита вот эта мучная кулинария, это те развитые народы. Их нельзя там сравнивать с отсталами или какими-то... Которые собирают, что попало, и там, из чего попало, готовят себе пищу. Да, 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 и которых надо, как бы, цивилизовать или, там, ими руководить, да? Вот, вот, вернее. Вот, а у тех, у кого вот сакральная пища связана вот с хлебными, со злаком, с зерновым, это они очень развиты, у них старинная культура, и, в принципе, и не надо им навязывать ничего своё, они сами давно-давно цивилизованы. Вот, и я вот к этому скажу, что в азербайджанской кухне очень развита, вот, мучная культура. Учитывая то, что в Азербайджане, вот, пахлаву очень по-разному тоже готовят, разные районы, разные традиции, и по-разному готовят. Вот, есть генджинские пахлава, совсем другой вкус. Есть шикинские пахлава. Это что означает эти слова? Это, как бы, местность, это город, бывший Кировобад, генджа. Там генджинские пахлавы совсем по-другому готовятся. Там на мёде всё, очень вкусная пахлава, различается. Это традиционно азербайджанская пахлава, все народы готовят. А есть ещё шикинская пахлава, тоже там из стружки сделана, она похожа немножко на турецкую пахлаву, но тоже очень вкусно. Так что там миндаль, здесь орех, а там миндаль вставится. Так что, приглашаю, в принципе, можно кушать эту пахлаву в кафе Диоланде, в Кирове. И спасибо кафе Диоланде, они предоставили пахлаву мне. Спасибо, безусловно. Да, безусловно, ну и однажды представители всё-таки сотрудников кафе Диоланда. Мы тоже будем ждать, потому что на кухне можно говорить очень долго. Главное, пробовать. Я всё-таки хочу скоро дать слово Габдунуру Камалудзину, но перед этим, вот мы начали с пахлавы, да, со сладостей. Давайте что-то посытнее это что-то. А пьедени, например? Нет, безусловно, баранина. Баранина, вот я скажу... Свинина нельзя. Нет, в Азербайджане, учитывая, что большинство населения мусульманы, из шиитской течения, да, там свинины практически не едят. Но есть там определённые, как бы, места, населённые пункты, там до сих пор Советский Союз остался, там живут Малаканы, которые переселились в её... Давайте назовём, у нас есть в Азербайджане единственный колхоз. Колхоз, который остался только под гарантию президента Алиева, потому что такой организационно-правовой формы юридической нет. Но тем не менее он называется колхоз, имени там кого-то, кого-то. Это село Ивановка, Исмайлинского района. И у них есть спецмагазин в Баку, специально для них отведённый. И весь Баку практически там дню и дыночует, едят калбасу, сметану, там всё, что они готовят. Ну, это и те, президент Алиев, молодец. Раз им надо, оставайтесь, пожалуйста. Ну, учитывая то, что там... И вино они тоже делают, кстати, хорошее. Ну, я не пью, как бы не могу сказать. Вот там как раз, что всё сделано определённо на баранина, говядина, курица. Ну, и в том числе, учитывая, что Азербайджан ещё рядом, Каспийское море, через дорогу рыбное очень блюдо, как бы расширенное, вместо даётся. А то, что вот мы готовим самые сытные, вот Ирина Юрьевна говорила, супы, пяти готовят. Пяти – это из баранина делается, мясо баранина, кюрдук баранины. Это искусство, да? Да, кюрдук, и специально кюрдук баранина кюрдук. Кюрдук, да. Там горох большой ставится туда, и кусочек там, может быть, картошки на любители, да? Это печётся в печи глиновой чашки. И получается изумительный вкус. Я помню, мы позапрошлым году с Хаджи Габдунуром пробовали. Нечто в горшочке, да? Да, как в горшочке. Одна порция на одного человека. На одного человека одна порция. Там далеко народы живут, а изнутри столько много общего, да? Ну, давайте ещё несколько основных блюд азербайджанской кухни. Вот я хотел спросить, Эльну. Аналог пельменям нашим есть, нет? Есть. Манты. Нет, нет, нет. Тюшпара. 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 У нас к нам переехал Юлия Гусман, Саламович, мой любимый человек, наставник. Уроженец Баку. Да. Он, когда переехал из Москвы, там созвонились. Я знаю, что он любит тюшпар. Он мне звонит, и как раз у них на Эхо Москвы Юрий Кабаладзе эфир. Он там ему говорит, знаешь, как красиво, вкусно делается азербайджанская тюшпара. А они переехали здесь, и мы их угостили азербайджанской тюшпарой. Что это? Это маленькие такие племешки. Типа равиоли. Баранины. Равиоли, кстати, чьё слово? Французское? Итальянское? Итальянское. Это тюшпара называется, тушится в воде специально, и со специальным соусом чесночным поливается, едится. Можно, как бы, типа супа можно попробовать, потому что они маленькие-маленькие. Да, можно под дениси покушать. Это как у нас пельмени по-сибирски, да? Да, да, да. С зублёном можно. Вот это есть схожи такие, да, там, в русской кухне. Нет, вы скажите. Ну уж не говоря о плове. Вот мы знаем, там, вот сейчас, Эльнур сказал, пахлава, шекербура, там, шоргогалы, там, ещё чего-то, там, на празднике. Шеренчуряк. Шеренчуряк, там. Дальше. Плов, там, ну, татаров тоже есть, там, и у других восточных, там, народов. Около 50 видов вообще. Хорошо, там, шашлык, машлык. Ну, шашлык, это уже вторичное, конечно. Потом дулма, супы, там, разные. Шашлык, что изобретение, кстати? Ну, шашлык, ну, быстро так ответить. Вообще, сама слово, это тюркское слово. Тюркское слово. Да, языки пользуются, что это персидское слово, но, на самом деле, там есть приставка лык. Лык, да. Что указывает, это тюрк. Шаш, это палка, по сути дела, в тюркском языке. Да, шаш. Лык, это палочник, получается. Это шампур. Шаш, это шампур. Лык, это, как бы, ну, шампурчик. Жарили на деревянном. Шампурчик, получается. Кто жарит, да? Почему его называют персидский? Потому что персидскими языками слово шаш, это шесть. И вот они подумают, что это вот именно от шесть кушетки. Ну, на самом деле, вот именно лык выдает то, что это все-таки тюркское происхождение. То есть, не от слова шесть, а от слова шампур. И поэтому, в принципе, это, все это указано на то, что... Ну, конкретное место рождения шашлыка можем... Ну, это уже никто не сможет доказать. Ну, а в Азербайджане, я могу сказать, что есть... Татары говорят, это наши, азербайджанцы говорят, наши... Нет, мы не говорим, что наши... Нет, имеется в виду в том, что... Я знаю, что говорю, когда говорят чью. Я говорю, ты сначала накорми, я скажу чей. Кто вкуснее будет готовить, значит, кто того. Вот про долму Азиз Алиевич говорил, да, там тоже спорная продукция. А у нас голубцы. Многие народы, допустим, армяне... Про долму, про лаваш, про... Армяне там говорят, что это наше блюдо, да. А турки говорят, что... В том числе азербайджанцы говорят, что это наше блюдо. Потому как бы Хаджи правильно сказал про шашлык. То же самое, долма, это слово долма. Долма, да. Долма. Тюркское слово. Как бы заворачивание, долдурма, там заполняется. Заполняется, да. Как бы если схожие корни, значит, идёт оттуда, из туркского... В общем, каждый элемент процесса, вот этого очень и так же лаваш. И отразился в названии, да. Обоснованное слово, да. Но я хочу сказать, что что значит, когда человек говорит, что это моё, да, национальное блюдо. Ну, извините, люди веками жили на этих землях, вместе, рядом. А они друг у друга всё равно берут. Да и потом вообще... Когда говорят, что это наше блюдо, я говорю, сегодня ты приготовил, это твоё блюдо. Завтра я приготовлю. Завтра я приготовлю. Но вопрос я хочу... Да, да, и скоро нам прервемся на рекламу. Значит, вопрос о чём? Вот столько блюд ты назвал, но мне кажется, что каждое это блюдо подаётся по случаю. То есть, скажем, ты каждый день плов не подаёшь. Почему? Вот, естественно, это очень красиво и хорошо, что Азидарий сейчас напомнил. Вот, допустим, плов, пахлава, мы о сладости говорили, да, это только по праздничным случаям. Или когда высокий гость, какой уважаемый человек. Или, допустим, плов готовится в семье, если кто-то переезжает, допустим, издалека, родственник, уважаемый человек, там, с друг семьи. Это в честь, уважение плов всегда в каждом азербайджанском доме готовится. Если любой гость переехал без плова, пока вас не покормят, чаем не напоят азербайджанское вкусное. Наверное, так же. И не будет пускать, скажем, надо обязательно пробовать плов. Кроме плова ещё много видности готовится. Азербайджан вообще там развита в этом случае, да, там, одним блюдом домой заходишь, в любой дом зайдёшь, если в гость идёшь, заранее готовится. А когда долгожданный гость, например, обязательно барану у ног, значит, там. Долгожданный, это тот, которого давно-давно звали, 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 он, конечно. Дорогому гостю голову дают, насколько я знаю. Не, не, просто вот как бы вот жертву приносят, что наконец-то вот как бы. Курбан делают, что наконец-то пришёл. И там уже начинается свежий шашлык-машлык и всё, что... А что, кстати, Губдунура означает, вот дарение головы? Ну, это у татар нету, но, в принципе, оно на Кавказе и у казахов эта традиция существует. Это как бы, ну, откуда я это не знаю, конечно, но есть такая традиция, когда дорогой гост приходит, голову дают, имеется в виду, наверное, самый главный человек, который сегодня... Да, это не то, что он должен его всё съесть, ему просто преподносит, он там срезает кусочек и съедает. Вот как у русских, как говорится. И потом он по своему усмотрению может уже распоряжаться. Мы, допустим, татары, когда гость приходит там вот чак-чаком, русский там каравай там, допустим. Ну, это вот такой традиции принятия гостя, как говорится. Ну, давайте уже о татарской кухне после перерыва начнём, вернее, уже продолжим. Кое-что мы сказали уже об этом, наш разговор, перерыв. Союз нерушимый. Ну, наши гости уже лакомятся пахлавой. Приятного аппетита. Используем небольшой... А вы почему, Володя, не лакомитесь? Ну, вы знаете, я как-то с начала работы на радио, у меня какая-то такая вот традиция, не знаю, ну, шутка, радиоведущий должен быть голодным. Ну, слушайте, ну, вы волевой человек, ну, тут так вот пустные зима, а вы так вот работаете. Кстати, мы можем нашему звукорежиссёру предложить. Звукорежиссёр, Влад, подходи, бери, пожалуйста, со стола. Вам можно? За столом работать рабочим. За рабочим столом вам можно? Можно, да. Он интенсивно кивает, значит, нам придётся... Да, вот Азиз Алиевич пошёл уже угощать нашего звукорежиссёра по холовой, да. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Габдунурка Маладин, Муфтевятский с 99 по 2013 год. Вот в начале этого года Габдунур открыл в кафе в Кирове татарской кухни, и будет продолжаться ещё работа в этом направлении. И у нас в гостях Ирина Тружкова, член рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству Общественной палаты Кировской области, доктор исторических наук. О русской кухне, азербайджанской уже немножко поговорили, давайте к татарской переходить. Ну, вот ранее я упомянул, что русская и татарская, ну, очень, очень похожи. Чем отличается, вот чем схожи с русской и татарской, допустим, если мы возьмём восточные народы, да, мы уже татары не совсем восточные народы, как говорится, да, всё-таки там кухня основывается, прежде всего, вот, особенно сытный блюд, то есть кухня, то есть речь идёт о сытных блюдах, там всё-таки сперва идёт жарение, то есть жарить, и потом уже. А в нашей кухне, конечно, как и в русской, мы всё-таки тушим и варим, как говорится. Точно, точно. Вот это особенность, вот, схожесть. Есть такие блюда, которые, допустим, пельмени, допустим, да, хотя это финно-угорское слово, насколько знаю, это... Пельнянь, хлебные уши. Хлебные уши, да. Ну, что-то такое, да, да, что-то такое, конечно, то есть мы тоже, это тоже и у русских есть, и у татарей, и у муртов, и у морейцев, и у всех, как кажется, она есть. Ну, помимо этого, есть у коми, ну, в принципе, всех, как говорится, граждан бывшего СССР, она так или иначе существует, допустим, в Средней Азии, на Кавказе, допустим, и, в принципе, у татарей ещё, по-моему, это ещё есть, допустим, манты. Манты, но она особенность в том, что она на пору готовится. Вот именно на последнее ударение слога, манты, а не манты. Мне кажется, я... Манты. Да, манты, то есть там уже готовится на пору. То есть с технологией, допустим, да, оказывается, даже недавно узнал, даже в Бурятии тоже что-то есть, на похожее на манты, как говорится. То есть где Бурятия, где Майда. А начинка-то везде одинаковая? Нет, ну, начинка разная, может быть. Кстати, из кабачка тоже, из тыквы тоже делают, кстати, манты, очень вкусно получается. Помимо этого, допустим, есть особенность вот азербайджанская, татарская. Что у нас есть вообще? Допустим, айран, допустим, да, то есть и у азербайджанцев, и у нас. Ну, это, по сути дела, что-то на кефир похоже. Лёгкий кефир такой. Кефир, допустим, оно более, да, ну, скажем, густой, а айран более жидкий, допустим. Это как прохладительный напиток, да? Ну, да, это прохладительный напиток. Или, допустим, катык, допустим, да. Катык, вот это по-русски, у русских это простокваша, допустим, да. Вот тут опять разница, допустим, у всех основных народов, у которых существует катык, оно белого цвета, у татар это всё-таки красного цвета, то есть это именно похоже на простокваши. То есть у русских там, допустим, простокваши. Потому что в печке. Да, в печке томится, и поэтому она, как бы, этот катык становится красным, допустим, да. И вот что-то вот, что-то общее. Ну, помимо этого, конечно, у каждого народа есть какое-то фирменное блюдо, которое, как вот сегодня было сказано, ставят, когда приглашают дорогих гостей. Допустим, из сладостей, конечно, всем известны, это чак-чак, допустим, да. И из сытных блюд, допустим, у нас вот татар-балиш есть, допустим. Балиш, оно два вида, кстати. Это что-то мясное тоже. Это мясное, да, нет, беляш это маленький. Балиш это всё-таки большой вот такой... Очень похоже на слово подушка. Не знаю, что, но факт то, что... И тоже обжаренный, да? Нет, оно, значит, это, по сути дела, вот, то, что готовится в кувшине, это готовится в тесте внутри. И печётся в печке, как говорится, и внутри там из мяса, с картошки, там, с разными приправами. И обязательно там в центре бывает, ну, такой шарик ставится, открывается, туда доливает бульон, и она, как бы, там готовит... Доходит. Да. Потом её срезают, вот эти куски этого хлеба дают, как бы, вместе с этим балишем. Это очень вкусно. Это вот что касается мясного балиша. Есть сладкий балиш, это наподобие плова, то есть плов с рисом, допустим, в азербайджанском. Он с чем-то похож на азербайджанский плов. Азербайджанский плов, он готовится, допустим, в чугуне, скажем, да. Ну, на дне всё равно. Ну, на огне, да. А наш балиш, вот этот из риса, точно так же с этими сухофруктами готовится, но опять-таки закрытый в тесте, так скажем. Вот, в принципе, методика... А у азербайджанского плов тесто внизу, как бы, на самом низу. А у нас полностью закрывается. Вот вы сейчас эти блюда, о которых рассказали, это всё обыденные или всё-таки праздничные? Не, не обыденные. Конечно, это каждый день готовит, будешь, разоришься, как в шутке я говорю, да. Ну, просто, во-первых, только этим будешь заниматься, конечно. Нет, это, конечно, не каждый день готовится. Это по праздникам, когда приезжают дорогие гости, то есть, когда ты ждёшь кого-то. Ну, у вас можно будет в кафе вот заказать? Ну, для этого, конечно, у нас ещё пока не позволяет технологические, ну, и определённые требования с санэпидемстанцией, поэтому у нас пока больше нацелена... Остаётся напроситься в гости только. Да, остаётся только напроситься в гости. Естественно, кулина... То есть, мучные изделия тоже у татар очень много, допустим, да. Вот, в принципе, сегодня известный чебурек, допустим, мало кто обращает внимание, даже у этого шутки. Это тоже тюрская тюрская тюрская. Крымское блюдо, в принципе, оно очень сильно распространено у крымских татар, в принципе. Оно, допустим, даже, есть даже шутка, там, который этот один из юмористов назвал, из забытых рецептов Золотой Орды, так называемый, да? А почему именно вот чебурек вот именно такую-то форму получил? Вот обязательно тесто постное, раскатанное, туда мясо, зелень? Оно не постное, оно именно с кипятком его обжаривает, тесто готовится с кипятком, то есть, именно наливается кипяток. Кипяток в левое мясо, да. То есть, не холодная вода, а именно кипятком делается. Ну, почему это надо спрашивать тех, кто это сделал? Скорее всего, практичнее было, потому что человек идёт по степи, как говорится, да? Да, ему какие-то острые и те самые большого объёма какие-то залежи пищи трудно носить. А здесь оно такое рациональное по форме и питательное. А, кстати, чья кухня практичнее в том плане, что вот быстро-быстро приготовить? Быстро-быстро приготовить и быстрее. Ну, на походу, я могу сказать, на походу подходят козы, как говорится, татарские колбаса. Ну, это стандартно, потому что вот козы, давайте вспомним, сухой сыр. Там, да, сухой хлеб, как бы, вот, чтобы там намочил. Ну, это уже конские мясо. Ну, вот смотрите, друзья, ещё, что у нас тут всплывает, Юрий Иванович. Вот, да, ничего, всё нормально. Что вот, когда сейчас мы говорим о истинных, там, традициях татарской кухни, и все, наверное, зрители, слушатели наши говорят, вот, беляш, беляш, там, вот, чебурек, тоже как-то. Смотрите, как вот блюда разных кухонь вошли в наш общий рацион, пусть даже с переделанными названиями. Но мы вот, наверное, многие едят эти беляши, там, в Донаре покупают или где, и не знают, что это вот для каких-то наций исконная пища. То есть так у нас всё уже перемешалось. Хорошо, поэтому у нас союз нерушимый. Да, вот, и, видите, всё хорошо. Кстати, мы вот о праздничных блюдах, да, в татарской кухне, в баджанской, да. Повседневная более скромная. В русской это национальная. Ну, вот, на самом деле, повседневная пища, это щида каша. Нет, я имею в виду праздничную. А праздничная, это большая выпечка, это тоже этот же суп, рыбные, рыба как священная такая пища, и там, жители реки, то есть вот тоже. То есть очень вот мясная выпечка, вся эта молочка, везде эти ягодки, какие у нас тут росли, грибы. То есть в большом и более, там, скажем, трудоёмком исполнении. А повседневная пища, правильно тут вот сказали коллеги и друзья, что каждый день так не будешь готовить, надо идти в поле работать и там другие дела делать. Поэтому всё попроще. Попроще, ну, то же самое, мясное, мучное, вот это щида каша. То есть хозяйка наваривает щины сразу на целый день, хлеб она делает на несколько дней печёт. Вот, то есть вот чтобы экономить силы для работы, а когда праздник, вот тогда уже более трудоёмко. Ну, вот насчёт обыденный день, когда кушают, в принципе, у татар, конечно, это точно как и у русских, это был суп, конечно, да. Ну, опять-таки, у нас у татар был более проще суп. Это, в принципе, сегодня все знают домашняя лапша, которая покупается уже, в принципе, в магазинах, продаётся. Это, в принципе, чисто татарская кухня была. То есть чем она была практична? Это, по сути дела, бульон кипятил, то есть взял, вскипятил бульон, лапшу нарезал, просушил, вот он лежит где-то. И она буквально взял бульон, прибежал с поля, как говорится, поставил кастрюльку, как говорится. Через час всё готово. Да, не через час, через 15 минут, по сути. Главное, чтобы бульон вскипел, положил туда эту лапшу, тукмаш мы его называем, и, по сути дела, готово. То есть, естественно, оно и в праздник у нас татар кушает, и, в принципе, ежедневно. А как вы сказали лапша по-затарски? Тукмаш. Отсюда повеление тукмачёв. Тукмачёв. Это, кстати, слово... Наши доктор Анна Лапшина, привет. Кстати, вот этот тукмачёв, что интересно, кстати, некоторые названия блюд происходят от каких-то, допустим, чак-чак, из чего происходит. Потому что, когда его бросаешь в жир, чак, то есть, ну, брызгает. Брызгает, да. Звук издаёт, да. Об этом должен было раньше спросить, почему чак-чак. Тукмач – это от слова, то есть, ты ножом быстро-быстро стучишь, как говорится, тук-тук-тук-тук-тук, и от этого произошло, как говорится, тукмач. Вот, в принципе... Тук – это звук, а матч – это как бы характеристика того, кто издаёт это. Уважаемые гости, у нас время безумно летит. У нас ещё вот должны мы в конце дать слово Гаддунуру, Камаладзину по немножко другой теме. Я хочу вас спросить, вот, и раз мы о быстроте уже заговорили, о быстроте приготовления пищи, в исламе отношение к фастфуду. К фастфуду, понятие, когда про Алиса Алим пришёл, понятия не было в понятии фастфуд, да, это современность. В принципе, да, быстро приготовить ничего страшного нету, но быстро есть, конечно... Я имею в виду заведения, которые традиционно позиционируют себя как фастфуд. Таких не было ведь раньше. Да, в то же время этого не было. Задача только в том, чтобы по исламу, чтобы там не было свинина, там не должно быть спиртное, там не должно быть всякие блюда, которые действительно могут вредить твоему организму. В принципе, вот, позиция такова. То есть, с этой точки зрения можно сказать, что некоторые фастфуд всё-таки неправильные блюда, потому что вредит здоровью. Давайте ещё буквально минуты-полторы, да, Габдунур. Наши коллеги, я имею в виду Эхо Москвы, столичная, тут, безусловно, говорили на эту тему. Я имею в виду решение суди Южно-Сахалинского суда Натальи Перченко по поводу признания экстремисткой книги «Мольба к Богу, её значение и место в исламе». Вы как такую официальную позицию... Ну, что я хочу сказать. К сожалению, сегодня вот некоторые вот на имени ислам хотят себя зарекламировать. Прежде всего, выносить те или иные решения по той или иной книге, допустим, да, человек должен быть специалистом по этим. Вообще, значение этой книги в чём заключается? Ну, «Мольба» — это обращение к Богу, как говорится. Там, в принципе, действительно, к сожалению, не только эта книга, много книг были в своё время запрещены, включены даже экстремистки, даже мне в мечеть приходили. Даже была такая интересная ситуация. Один из книг меня когда обнаружили, и он был включен в список экстремистский, и когда открывают ребята из силовой структуры, там написано «Переведено в Академию наук Российской Федерации», допустим, да? Я ребятам сказал, да я говорю, надо академикам задать вопрос, почему же они его перевели. То есть это просто идёт политика, понимаете, натравливание народов, религий, настроений. Это, в принципе, я считаю, прежде чем вносить те или иные решения по тем или иным книгам, надо всё-таки приглашать именно специалистов. И, во-первых, тех, которые ответственны за ислам, допустим, муфтиев, учёных, востоковедов, допустим, да? А то у нас, получается, какой-то прокурор, ему задали, написали, он взял и вынес. Допустим, вот в России до революции был специальный комиссий. Полминуты ещё, да, к сожалению. И мы, конечно, отрицательнее к этому относимся. И, думаю, вот Рамзан Гадырёв уже, в принципе, поднял этот вопрос, потому что он не просто от себя поднимает, потому что он всё равно видит... Но он с критикой выступил. Да, да, но это не столько его критика, это столько он понимает состояние общества. И нам, ну, нежелательно в России сейчас дальше усугублять эту ситуацию. Ну что, пойдём доедать пахлаву? Да. Угощать, угощать... Всего всего доброго. Всего большого спасибо. Угощать других представителей нашей редакции, сотрудников. Спасибо большое. Азиз Агаев, Кабдунур Камалудин, Ирина Трушкова и Илонур Гусейнов, который чуть позже, чуть раньше, вернее, нас покинул. Спасибо. Следующая программа «Союз нерешимый» в пятницу, спустя две недели. Две недели. В 13.00. Ждём вас. Да. Спасибо. Союз нерешимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok